Добрый день. Спасибо за приглашение. Я буду говорить о скинге рака простаты. Спасибо за данные, которые были уже предоставлены моей коллегой из Нидерландов, но, конечно, у нас может быть разная интерпретация. Во-первых, хочется сказать, что я член исследовательской группы РСП, и, естественно, мне очень интересна эта тема. И сегодня я буду говорить более критично о проблемах, связанных со скринингом простаты. Я буду говорить сначала о базовых моментах, то есть я буду говорить о требованиях к скринингу. Нужно помнить, что таргетное заболевание, оно связано всегда с проблемой общественного здоровья, с естественными причинами прогнозирования. Они должны быть хорошо известны. Ранние заболевания должны быть эффективно излечены. Скрининговые тесты, естественно, связаны с валидностью, высокой чувствительностью и специфичностью. Следующее требование к скринингу увязывается с диагнозом. Скрининг позитивным, клинически важными заболеваниями, которые должны определяться лечением, максимальным известным лечением, относительно эффективностью. Во-первых, хочется сначала ответить на самый простой вопрос, насколько рак простаты является основной проблемой в сфере общественного здоровья. Мы знаем, что уже год на 1,1 миллион новых случаев возникает 15% всех видов рака среди мужчин. Очень большие вариации, конечно, существуют в разных странах, когда мы говорим о распространенности рака простаты. И, конечно, нам нужно думать, следует ли говорить о раке простаты в принципе, или, скажем, отдельно в Северной Америке, в Австралии, в Западной Европе. Кстати, в Азии это заболевание менее распространено. Смертность рака простаты тоже имеет различные паттерны. Например, уровень смертности ниже в отдельных странах и довольно высокий уровень в Южной Америке и в Африке. Там значительно выше. И существуют различные регионы, регионы ВООЗ, существуют широкие вариации в распространенности. Большая дифференциация между различными странами мира ниже уровня смертности в одних странах. И крылец смертности и распространенности тоже не очень очевидна, может быть, негативна. Так вот, насколько мы можем ответить на вопрос, насколько рак простаты является важным вопросом общественного здоровья. Да, во многих популяций, но не во всех. И необходимо рассматривать другие вопросы, каковы ресурсы, каковы приоритеты. Я бы сказала, что возможно, можно сказать. Второй вопрос. Имеется ли у нас валидные скрининговые тесты, просто специфический антиген, например, протеазы, каликрайн, продуцируемые тканью простаты. Да, это легкий, дешевый подход, нет никаких специфических осложнений. Или проблемы с ПСА-маркером заключаются в том, что это все орган специфичное, но не специфичное для рака. То есть, если какие-то заболевания простаты, то идет увеличение сыворотки ПСА. И наиболее основная причина – это доброкачественная простатная гиперплазия, которая возникает у мужчин где-то в 80-90%. Специфичность достаточно хороша. Что касается чувствительности, 73-90% не скрининга и популяции, а чувствительность низкая. Что касается возможности тестирования, очень, конечно, трудно подходить однозначно. Исследования показали, что чувствительность среди не скрининговой популяции в отсутствие других диагностических возможностей, связанных с наблюдением более высокого риска рака простаты при повышении ПСА. Естественно, необходимо проводить профилактику. Например, в США профилактика налажена довольно неплохо. И вот в конце исследования там были сделаны биопсии. Все зависит от популяции, от критерий, которые связаны с раком простаты. Другие скрининговые тесты, дополнительные тесты были разработаны на основе каликрейнса, ПСА, индекс ПХА, и также шкала 4К, и также другие тесты, например, свободные общие ПСА, допыса, интактные ПСА, каликеринс, связанные пепсидазы 2, и также маркеры мочи, ПСА3, и основное преимущество использования каликрейна – это сокращается несколько ложноположительные результаты. Таким образом, существует ли валидный скрининговый тест? До некоторой степени. Но, безусловно, здесь нет ничего идеального. Ложно-позитивные результаты ассоциироваются с осложнением. Я думаю, что наиболее распространенные осложнения – это лихорадка, септические инфекции, которые возникают в нескольких процентах случаев среди мужчин. Есть такие исследования, которые показывают, что идет нарушение колоректальной функции, и чувствительность очень низкая для мужчин, которые до этого проходили скрининг на предмет ракопростаты. Опять-таки, здесь нет ничего белого и черного. Нет, да и нет. Да, до какой-то степени это валидный тест. Затем, следующий критерий – диагноз. Можем мы обнаружить клинически релевантный рак? Я думаю, что, да, это очень сложный критерий, потому что, как вы все знаете, латентная форма ракопростаты в связи с тем, что более 1,3 мужчин в возрасте 60 и больше гистологические инфекции показывают такие результаты во многих популяциях гораздо выше, распространенность и смертность, что это 1 к 7. То есть, не такое большое количество этих мужчин с заболеванием умрут от этого и болезни. Важный вопрос заключается в том, что мы не можем различить те формы рака, которые нуждаются в лечении, и те, которые не нуждаются, так называемые непрогрессирующие заболевания, что означает наша возможность определить тех людей, которые нужно лечить, и которые ответят на лечение, не совсем ясна. И цель скринирования заключается не в том, чтобы вообще определить рак среди населения, но определить ту группу населения, которая действительно получит преимущество от лечения. Это систематический обзор латентных форм рака предстательной железы по результатам аутопсии. Четверть мужчин, которые умерли от других заболеваний, не проявили какие-либо признаки рака предстательной железы. Это действительно вот те результаты, которые бы мы не хотели определить при скрининге. А дальше это пятилетняя выжимаемость. Когда мы говорим о 1995 году, результаты были достаточно положительные. Практически почти в 100 случаях выявлялся рак, и демонстрировалась пятилетняя выживаемость. Мы говорим о том, что необходимо определять на ранних периодах, на ранних стадиях рака предстательной железы, и именно определять те группы пациентов, которые получат преимущество от лечения. Что касается баланса между ранним определением рака предстательной железы и определением латентных форм. Например, в немецкий анализ и анализ, произведенный в Соединенных Штатах, показали следующие результаты. Слева это мужчины с высокодифференцированным раком предстательной железы, где выживаемость варьировала до 10 лет. Что касается среднедифференцированного рака, то приблизительно тоже самая выживаемость, меньшая выживаемость где-то приблизительно тоже 95% в 10 лет. И если мы говорим о низкодифференцированном раке, то приблизительно четверть мужчин умирает. Это означает, что эта форма рака действительно требует лечения, и необходимо именно в данном случае проводить более тщательный отбор. Существуют различные анализы в отношении гипердиагностики. Различные работы представлены здесь. 40% от всех скринированных случаях, они гипердиагностированы. Следовательно, мы говорим о гипердиагностике и о сочетании гипердиагностики с клиническими признаками и клинической стадией. Или мы сможем определить действительно эту группу. И что касается диагностики, я считаю, что это достаточно серьезная проблема. Практически половина из всех раскринированных случаев не требовали лечения. Диагностические методы обладают невысокой специфичностью, что касается клинически релевантных случаев рака. Лучшие прогностические маркеры в настоящее время должны быть определены, и это требует наших неотложных мероприятий. И в заключении, что касается лечения, существуют ли оптимальные схемы лечения? Существуют различные режимы, органоспецифические режимы в отношении PCI. Это радикальная простатектомия, радиотерапия и активное наблюдение. Проводились различные клинические исследования, родномизированные клинические исследования, для того, чтобы определить, какой тип лечения необходим и какой тип активного наблюдения нужен. В частности, например, скандинавская группа определила, что выживаемость варьирует от 6% в течение 15 лет, и от 15% до 21%. Это клиническое исследование SPCGA. И клиническое исследование, которое проведено в Соединенных Штатах Америки, ПИВОД, также показали данные результаты, выживаемость 2,7% в периоде 12 лет. Но, к сожалению, у нас нет действительно надежных данных в отношении более надежной эффективности, как радиотерапии, радикальной простатектомии и органоспецифического лечения на основе PCI. Что касается лечения, я хочу сказать, что существуют достаточно эффективные схемы лечения, но приоритет того или иного лечения в отношении эффективности и длительности выживания лечения пока еще четко не определены. Лечение является основной проблемой, которая оказывает воздействие на качество жизни, на снижение качества жизни, на прогрессирование рака предстательной железы. Это важный вопрос. У нас, к сожалению, нет опций малоинвазивного лечения. И основными методами лечения все равно остаются радиотерапия и хирургическое вмешательство. И опять же, я хочу показать эти же результаты, о которых говорила Эвелина. Это эффекты скринировали. Два основных исследования. Это европейское исследование. ИАСПР показало относительное снижение смертности от рака предстательной железы в интервале 13 лет. И Соединенные Штаты. Исследования ПЛСО показали приблизительно те же результаты 13 лет наблюдения. Это европейское исследование, демонстрирующее контрольная группа и скринирование. Группа скринирования. В период интервала 8-9 лет вот эти две ветви начинают несколько расходиться. ПЛСО результаты в отношении смертности показали приблизительно те же результаты. И эти две ветви исследования практически совпадают. И какие объяснения американское исследование и европейское исследование показало приоритет до скринирования 50%. И результаты 32% – это недостаточная скоплиентность пациентов в отношении скринирования. И максимум эффект от скринирования. Если скринирование было проведено на самом раннем этапе, результаты были достаточно положительные. Это эффект увеличения или инкрементальный эффект. Положительные и отрицательные результаты. Это результаты, которые показали. Слева – это частотность. И по оси Х – это смертность. Прежде всего, 1,53% – это соотношение смертности и частоты возникновения заболевания. Это 3,3% на тысячу. И достаточно серьезная разница, если мы говорим о проведении скринирования или не проведении скринирования в отношении выявления заболеваемости и смертности. Вопрос заключается в следующем. Как нам необходимо взвесить положительные и отрицательные результаты? Потому что на данном слайде показано и синий, и красный столбик приблизительно совпадают. Если вы хотите информировать авторитетные органы, администрацию, вам необходимо представить данные результаты. Необходимо показать результаты визуализации. Достаточно серьезное количество пациентов будут диагностированы, если будет внедрена программа скринирования. Половина из этих всех пациентов могут быть подвержены гипердиагностике, но не серьезным образом. И, конечно, у нас имеются определенные положительные результаты. Прежде всего, это то количество населения, которое будет продиагностировано и выявлено рак на раннем стадии заболевания в результате проведения скринированных программ. Нам необходимо сделать заключение. Сказать следующее, что скринирование необходимо провести прежде всего на основании ПСА. Это является основным маркером, который сейчас доступен в течение нашей программы. Мы рассмотрели и протестировали 781, практически 800 мужчин. И один из 27 был продиагностирован, и диагностирован прежде всего на ранних этапах. Поэтому это все было задокументировано, и все эти данные представлены на уровне администрации, в административные органы, для того чтобы разработать определенную программу скринирования. С каждым пациентом была проведена индивидуальная работа, и мы представили объективную численную информацию в отношении положительных и отрицательных результатов программы скринирования. Пожалуйста, возьмите устройство для перевода, потому что сейчас будет русскоязычный докладчик. Вопросы. Давайте начнем дискуссию. ЗАЛА по этой проблеме. Ну, для затравки я так скажу, наверное, это не заключение. Знаете, вот этой проблеме ведь много-много лет, и ее все время обсуждают, ее касаются в публикации. Похожа она на вопрос, который мы можем задать сами себе и нашим согражданам, выгодна ли уборка льда на дороге. Так вот, если мы спросим, выгодна ли она для государства, будет один вопрос. Выгодна ли она для жестянщика, будет другой вопрос. Выгодна ли она для автолюбителя, третий вопрос. И там много-много, а и выгодна ли это для людей, которые продают соль. Поэтому скрининг рака предстоятельной железы, по моему мнению, одна из тех проблем, которые можно разложить на еще большее количество составляющих. Есть наши сограждане, которые очень трудно будет объяснить, если у них высокий ПСА, почему они обследуют каждые полгода. Ну и такие будут, знаете, мои зарисовки на эту тему, много лет занимающиеся проблемой. Как объяснить человеку, что мы его лечить не будем после 75 лет в Российской Федерации. Как мы будем отнимать у молодых золадекс, передавать у пожилых или наоборот. Выгоден ли этот скрининг для популяции? Конечно, нет. Мы видим и для государства. Тоже нет, потому что мы видим количество выявляемых пациентов. Что вокруг этого сразу начинает назревать в плане лучевой диагностики, в плане усложнения. А для нас, для врачей, для ученых, это, конечно, выгодно. Почему? Потому что это путь к развитию маркера. Это путь к улучшению качества диагностики, поиск новых методов диагностики. Увеличение количества методов различного воздействия на пораженную либо непораженную железу. Это большой простор для наших фармакологов, которые и, конечно, для зарубежных. Превентивная терапия, сопровождающая терапия. Это огромный рынок. Поэтому, не знаю, будем, наверное, обсуждать эту проблему, но когда каждый из состоящих будет говорить об этом, мы сразу с вами будем понимать, кто он в этом вот, кто он в этом ТСЖ или как это. Да, конечно, Владимир Юрьевич. Это мы знаем. Вот я с этого начал, потому что кому выгодно, кому нет. Я прошу прощения, не воспринимайте это лично, но американские урологи, прошу прощения, американские урологи стояли горой лет 20, защищали этот скрининг. И там был аргумент выгоды. Прошу прощения, я, так сказать, большим уважением, я никуда это не экстраполирую. Я говорю об американских урологах, насчет выгоды. Теперь я все-таки хочу конкретно об исследованиях. Вот последний наш докладчик рассказал о дефектах американского исследования. Но вы ничего не сказали о дефектах европейского исследования, о котором известно, что те, у которых ПСА был высокий, то есть лечились в экспериментальной группе. Больные, у которых был выявлен рак простаты, лечились в академических, университетских клиниках. В то время как больные раком простаты, из контрольной группы, лечились в клиниках общего профиля. И это тоже влияет на положительные результаты, которые были выявлены в европейском исследовании. Докладчик тоже самое повторяет на английском языке. И это, что является, что это связь, важно, и это, что может быть позитивным результатам от европейского исследования. Вы критичили американскую исследование, но вы не говорили ничего о европейском исследовании, в котором, как правило, протектирование от клиника была находилась лишь в части страны, Да, конечно, здесь не идеально, но однако в большинстве центров в тех же самых клиниках, те же самые врачи, которые занимаются пациентами в контрольной и скрининговой группе, это было в Финляндии, в Нидерландах, это было... Да, там были различия, но мы знаем, как проходит анализ, мы знаем разницу в подходах к лечению, большинство, так сказать, выгодов, оно связано с скринингом, ну, скажем, вот четверть снижения в смертности, оно связано в различных подходах к лечению, да, ну, частично, по крайней мере, частично, и еще один момент о разнице от центра к центру, нет большой разницы между центрами, например, в Швеции скрининг проходит дольше, затем Нидерланды и Финляндии на третьем месте. Я считаю, что, или, может быть, это мое восприятие, у нас еще нет таких данных, возможно, более длительный период скрининга в Нидерландах по сравнению с Финляндией, и, скажем, в Финляндии, может быть, больше случаев, то есть есть различия. Главная проблема скрининга ракопростаты, вот отсутствие, так сказать, я против скрининга, на популяционном уровне я против, это не значит, что мы не должны проверять у мужчин, так сказать, ПСА в определенном возрасте, я против популяционного скрининга, и главным моим аргументом является то, что мы, у нас нет методов дифференциальной диагностики между клинически незначимыми образованиями, то, что мы видим, и клинически значимыми образованиями. Если по другим формам скрининга мы можем сказать, что дополнительные обследования, дополнительные методы гистохимии, цитохимии, биохимии могут дать нам результат для дифференцировки между клинически значимыми и незначимыми образованиями, выявленными в клинике, для ракопростаты у нас этого нет. Нету, никакое дообследование нам ответа на этот вопрос не даст. Поэтому мы не можем на популяционную... Еще кроме этого, клиническое рандомизированное исследование – это эксперимент. 20% снижения смертности. Это никак нельзя экстраполировать на население. Это никогда 20% снижение смертности в популяции мы не достигнем. Это результат клинического исследования, эксперимента. Но самый главный аргумент – у нас нет методов для диагностики между клинически значимыми и незначимыми опухолями. Спасибо. Да, я согласна. Я думаю, что сейчас нужно найти больше оснований, больше данных, искать эти доказательства. Возникает российская особенность. Дело в том, что если мы будем, выделим даже вот этот возраст, в котором мы будем проводить, ну не скрининг, а обследование, возраст риска, и если мы с вами выделим показания для пациентов, ну например, с нарушением мочеиспускания, жалобой на раздраженные нижние мочевые пути, то по количеству, это не скрининг, но по количеству нам хватит для исследования и выработки методов. Мы в России можем выступать не за скрининг. Небольшие страны, для них это не очень выгодно. То есть для их врачей. Они потеряют квалификацию диагностей. Вы говорите, вот нет достаточных методов. Они не развиваться не будут, если мы скрининг не пустим. То есть это дорого, но без этого развития, чтобы плавать, надо плавать. Если мы выбрали слово популяционный скрининг, я согласен. Мы не надо обследовать, и мы с вами с вами с вами с вами. Но если мы исключили, если вы выбрали слово популяционный скрининг, я согласен. Ну, переводят, по-моему. Ну, на этом, наверное, мы все согласны, что нужно обследовать пациентов. Нам, собственно, не очень важно, как это будет называться. Ну, а может быть и важно, потому что это будет программа и финансирование, если мы называем скрининг. Если мы это не назовем скринингом, то программа и финансирование не будет во всем мире. И вот тут нужно принять, жалко ли нам деньги сопредельных государств и наши, для того, чтобы назвать. Потому что если мы назовем, то это будет, конечно, деньги. Если мы не назовем, значит, программа и денег для обследования не будет. К этому вопросу тоже нужно подходить организационно, потому что потом нам скажут, мы ведь не соберем так банк клеток, если мы сейчас на скрининге поставим крест. А потом нам скажут наши потомки, вот они экономили деньги, а теперь мы будем тратить гораздо и большие деньги, потому что банка-то они нам не оставили. И ничего, сейчас мы исследовать те клеточные структуры, которые тогда возникали, и формы лечения, и сомнительные, не с чем будет сравнить, у нас не будет. Потому что для того, чтобы банк, нужно туда все время складывать. Вопрос со скринингом рака предстоятельной железы остается открытым. Еще лет на 70, я думаю. Да, я согласен. Популяционный структуры в России с точки зрения рака простаты. Да, возможно, не будет иметь смысла, потому что мы не уверены, насколько тут больше вреда, чем пользы. Опять-таки в России, я думаю, есть более серьезные приоритеты в сфере простаты рака. То есть скрининг остается вопросом, проблемой для исследователей. Здесь необходимо усовершенствовать технологии. Мы должны знать больше об этом, прежде чем мы можем предложить что-либо для населения. В настоящий момент, я думаю, это то, что можно сделать только в рамках хорошо спланированной, хорошо организованной исследовательской программы или программ для того, чтобы усовершенствовать наши знания в этой сфере. Спасибо. Благодарить, ну, конечно, докладчиков, поговорить за первый акт наше такое вот начало прекрасное. Мне кажется, и народа было много. Мы с Дарьим Георгиевичем сначала переживали, когда зашли. Мы увидели, что... Дарьим Георгиевич, отдельное спасибо за то, что выделили наш регистр, за который мы всегда так переживаем. И мы действительно считаем его... Ну, то, что это наше детище, это точно. Не мое, конечно, а от моих всех учителей и ваших учителей. Поэтому мы будем его беречь. И всем вам большое спасибо за то, что приняли участие. Сейчас Дарьим Георгиевич приступит к сложнейшему вопросу с Алексеем Бурчуком. Скрининг рака легкого. Тоже очень сложный вопрос. Меды диагностики тоже спорные. Поэтому спасибо вам большое и хорошего продолжения научного дня. Спасибо. Спасибо.